Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Трудно поставить задачу подчинённым в директивном порядке. Значит, если трудно поставить задачу подчинённым в директивном порядке, то, значит, здесь два момента. Первый момент, почему именно в директивном порядке. Второй момент, это имею ли я право ставить задачу подчинённым, имею ли я право находиться здесь, имею ли я право, грубо говоря, руководить. То есть, грубо говоря, достоин ли я этого. Вот. Ну и соответственно, откуда этот вопрос про достоин ли я идёт? То есть, как бы, как, получается, что вы себя, ну, как бы, оскариваете, да, что вот, а достоин ли я? То есть, как бы, всё время, значит, спрашиваете себя, вот, достоин ли я, достоин ли я, вот. А этого места и так далее, вот. Как вы к этому приходите? В чем конкретно вы в себе сомневаетесь. Это уже нужно конечно смотреть, нужно смотреть, нужно исследовать, это мы не берем в расчет тот факт получается, что вы же начальником, допустим, стали, то есть вы стали начальником, но вы сами себя как бы оспариваете. Вот, противоречивость здесь она в чем, что по факту вы начальник, а как бы психологически вы себя оспариваете. Тут могут быть моменты, связанные с тем, что вы стали начальником не по своей воле, то есть вы не чувствуете себя на своем месте, неуютно себя чувствую, когда приказываю подчиненному. Ну, опять же, какой здесь момент? Здесь момент в том, что, вероятно, действительно приказы вам не очень кажутся хорошими, да, не очень кажутся вам правильными, вот, приказы могут не соответствовать, значит, вашим ценностям. Поэтому, возможно, стоит изменить, возможно, стоит изменить способ донесения, указания, вот. То есть, возможно, здесь ситуация заключается именно в конфликте с ценностями, что вы понимаете, что руководить, руководить надо, а никак иначе руководить, кроме как в директивной форме, да, вы не умеете, вот. А директивная форма вам не нравится. Ну, вот. К примеру. Да, ну, чисто вот, чисто, чисто, чисто к примеру, сейчас говорю. Просто, ну, просто фантазируем, скажем, скажем так, вот. Дальше, значит, с работой руководителем понял, что психологически трудно поставить задачи подчиненным в директивном порядке. Сказали. Условно говоря, сделай тот, он всегда старается как-то мягче поставить задачи в результате, чего это больше становится похоже на просьбу. А почему это плохо? Собственно говоря. Ну, вот, серьезно. Почему вы решили, что это плохо? Что вы оформляете свои указания в виде просьбы? На мой взгляд, это скорее хорошо. Потому что это создаёт довольно-таки приятный, легкий климат. В, ну, в коллективе, вот. Почему вы считаете, что просьба это плохо? Вот. То есть, наверное, здесь для вас проявление мягкости это слабость и это вызывает у вас тревогу какую-то. вот. То есть, если вы просите это, то вы как-бы унижаетесь. Вот. То есть, у вас здесь история больше похожа на конкурентную борьбу на то, что вот я должен, там, не знаю, подавить, например, подавить своего подчиненного, да, показать ему, что я главный, ну, что я главный и так далее. Обязательно сделать это в такой вот женской форме. То есть, это страх оспаривания. Так что вас оспорят. Вот. Ну, я бы сказал, я бы сказал, вот, что конкретно, если мы говорим про страх, о страх того, что вас оспорят, если мы говорим об этом, то я бы, я думаю, что здесь у вас, возможно, проблема с целеполаганием, да, то есть, неуверенность в своих целях. Вот. Ну, и опять же, довольно высокие требования к себе. Вот. То есть, тут нужно смотреть на природу, собственно, этих требований. Откуда они у вас, эти требования, да. Вот. Чего вы от себя требуете и ваши ли они. То есть, я в этой ситуации пока что вижу такую амбивалентную сторону. С одной стороны, вы себя принижаете, с другой стороны, вполне возможно, что для вас директивная форма управления не совсем подходит. То есть, она может не соответствовать вашим ценностям. Вот. Кроме того, забегая чуть вперед, я бы сказал, что, возможно, мы ведем речь здесь об агрессии. Вот. Вот. То есть, для вас приказать, ну, вот, именно, именно отдать приказание, это агрессия. Ну, проявление агрессии. Потому что вам неуютно, когда вам отдают в директивной форме, а это как раз таки вот, ну, может быть, как-то, как-то напрямую связано как раз с агрессией. Вы эту агрессию себе запрещаете, и отсюда, вот, неуютно. Такая у меня еще может быть, значит, гипотиза. Вот. Это если вот не повторять того, что сказал уже мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович. Дальше. Всегда стараюсь мягче поставить задачи вот так. Может, из-за этого я сам не люблю, когда мне директивно указывают. Вот, не знаю, как с этим, как с этим справиться, изменить свой подход, ставить четко задачу и не чувствовать дискомфорт. Ну, чтобы четко ставить задачу, нужно, наверное, четко понимать, для чего это задача вообще. Вот. То есть, если вы сами, ну, если вы сами, не понимаете ценность задачи, допустим, если вы сами не понимаете важность задачи, допустим, если вы, ну, ну, не чувствуете, не чувствуете просто ценность задачи, вот, то само собой вы будете чувствовать себя неуверенно. Потому что задача-то, она, как бы, ну, в первую очередь, прочувствовать, прочувствовать себя нужно руководителю уже. То есть, руководитель понимает, что, ну, что задача важна. вот. А уже потом, уже потом доносит эпо до, значит, ну, подчиненных. Понимаете, да? Ваше собственное отношение к задачам, которые вы ставите. Вот. Понимаете ли вы их значение, значение этих задач? Видите ли вы, видите ли вы важность этих задач? Видите ли вы ценность этих задач? Для, я имею в виду, того дела, которым вы занимаетесь. Для себя, да? Лично. Чувствуете ли вы, чувствуете ли вы важность, подкликаются ли вам они эти задачи? Если нет, то вам слотник будет оставиться, значит, подчиненным. Вот. Ну, правда, потому что вы их сами, как бы, вот, ну, не чувствуете. Вот. Такой нюанс присутствует. Дальше. Может из-за того, что сам так не люблю, когда мне директивно указывают. Пишите вы. Вот еще, еще момент. Вы говорите, что не любите, когда вам директивно указывают. А что происходит? Что происходит с вами, когда вам директивно указывают? Как вы себя чувствуете в этот момент, когда вам директивно указывают? Как вы себя ощущаете в этот момент? Вот. Вам неприятно, вам неловко, вам больно, вы чувствуете злость и так далее. Вот. Давайте вот попробуем с этим аспектом тоже разобрать. Вот. 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 Потому что вообще-то, ну, вообще-то, на мой взгляд, никому не приятно, когда ему указывают директивно. Вот. Вот. То есть это, ну, как мне кажется, абсолютно нормально. Вот. Но опять же, если есть четкое понимание, для чего это, зачем это, то, ну, наверное, можно и потерпеть. Не обязательно. Не обязательно. Не обязательно. Да, не обязательно делать. Совсем, эээ, совсем не обязательно. Совсем, но можно. Вот. Поэтому у меня к вам, собственно, вопрос, да? Каким вы себя чувствуете, когда вам директивно, директивно приказывают? Вот. А с точки зрения психологии, с точки зрения, в частности, психоанализа, например, если мы говорим вот так, то, ну, я бы сказал, что тот, кто отдает вам жесткие директивные приказания, вот, выступает для вас родительской фигурой. Вот. А, возможно, возможно, фигурой папы, вот, возможно, вероятно, фигура отца, наступает. Вот. И неприятно вам самому, самому это делать, потому что вы как бы примеряете роль отца, то есть вы становитесь, вы становитесь как бы отцом, а отец вам там, ну, отцовская фигура, родительская фигура, может, хотя бы мама, но вряд ли я думаю, что отец, вот. Вот. Вам это неприятно. Вот. И отсюда вы чувствуете неуютно, то есть неуютно здесь как раз таки и является формой, формой вытеснения вот какой-то агрессии. А, ну вот, агрессии, в частности, на, ради, ну, на кого-то из родителей. Вот. Понимаете, да? А, какая штука. А, какая штука. Поэтому нужно смотреть, нужно исследовать на данный момент. Я бы сказал, что, что информации довольно мало, вот, а проблема может быть самая такая, обширная, глубокая. Вот. Поэтому, вот, постарайтесь, значит, о себе позаботиться, постарайтесь найти время для того, чтобы, а, ну, вот, поработать с собой, да, позаниматься, посвятить время себе, вот, и поисследовать какую-то, вот, свою проблематику, вот, поисследовать, может быть, свою такую боль, вот, которая у вас есть, и разобраться в себе и в том, вообще, что, что происходит, да, и, вот, как, как вообще, грубо говоря, ваша жизнь складывается, вот, насколько вам нравится, то, как она, значит, ну, реализовывается, вот, на данный момент, опять же. Вы понимаете, да? И дальше уже можно будет, конечно, смотреть, в какую сторону вам двигаться, ну, нужно. То есть это может быть проработка детско-родительских отношений, это может быть работа с ценностным аппаратом вашим, это может быть поведенческая, ну, поведенческая, ну, поведенческая коррекция. Вот, то есть вариантов тут, ну, на мой взгляд, достаточно. Поэтому, отвечая вам на вопрос, вот, как с этим справиться, да, то есть вот, с чем именно, тут непонятно, вот, ставить четкую задачу и не чувствовать дискомфорту. Дискомфорт – это индикатор. В данном случае дискомфорт является индикатором, индикатором какого-то конфликта вашего. Просто так избавляться от дискомфорта я бы вам, само собой, не рекомендовал бы, потому что это ваши чувства, вот, и избавляться от, ну, от своих чувств, да, на мой взгляд, ну, вот, наверное, довольно опасно, довольно чревато, так скажем. Вот. Довольно чревато. Поэтому я бы вам не рекомендовал этого дела. Я бы вам больше рекомендовал бы все-таки разобраться в себе. И вот когда уже более-менее будет понятно, с чем мы имеем дело, да, конкретно, тогда уже смотреть, тогда уже смотреть, вот, вот. А сейчас можно вам навредить, если начинать, начинать избавляться от, ну, от дискомфорта. Просто. Понимаете, да? Понимаете, да? Вот. То есть этого, на мой взгляд, сделать не стоит. Как раз. Вот. Вот. Пожалуй, какой-то такой ответ мог бы я вам сейчас предложить с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Значит, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам сформулировать базовую постулату для работы с психологом, основные направления для работы с ним. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Спасибо. Продолжение следует...